Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня с вами Наталья Воробьева, инструктор, преподаватель и супервизор нейрографики, арт-терапевт и психолог. И сегодня я хочу поговорить с вами о том, какими же материалами лучше всего рисовать нейрографику для достижения самого хорошего результата. Во-первых, самый первый и основной инструмент в нейрографике это обыкновенный маркер или фломастер. Такие фломастеры вы можете найти в любом магазине для детского творчества, в магазине художественных материалов. И этими фломастерами вы можете делать все, что угодно. Вы можете рисовать саму нейрографическую линию, вы можете задавать композицию из геометрических фигур, вы можете производить точное аккуратное округление нейрографическое, вы можете нейрографировать эти фигуры. То есть самое основное в нейрографике у нас это линия, нейрографическая линия. И вот главное внимание, пожалуй, стоит уделить тем материалам, которыми мы рисуем саму нейрографическую линию. Здесь какое требование у нас к фломастерам или к маркерам? Во-первых, это то, чтобы он как можно дольше писал и не закончился у вас в течение 40 минут, пока вы делаете, например, рисунок по алгоритму снятия ограничений. Потому что нам там важно не менять цвет в процессе рисования, пока мы не перейдем на пункты цветовой интеграции. Нам важно все прорисовывать одним цветом. И так, во-первых, нам нужно, чтобы фломастер у нас хорошо писал. Во-вторых, чтобы линия у нас, чтобы легко скользил этот фломастер по листу, не застревал на нем, не махрился. И вообще идеальным еще будет, если у фломастера будет два кончика. Вот я хочу вам показать один из своих самых любимых наборов. Он продается вообще в магазинах и детского творчества, и художественных, и интернет-площадках таких, как Озон. И чем мне нравится? Во-первых, я вообще очень люблю фаберкастов. Во-вторых, именно вот у этих фломастеров два кончика. Как вы видите, здесь тонкий и толстый кончик. И чем это хорошо? Ну, во-первых, помните, да, красиво, здорово, когда в нейрографике у нас есть несколько видов линий. Когда у нас идет линия разной толщины, линии потолще, линии потоньше, мы можем задавать разные оттенки, переживания, получать такой 3D-эффект от рисования. И здесь вот этот тоненький кончик, он хорошо подходит для того, чтобы делать тонкие линии фона, для того, чтобы прорисовывать очень аккуратно вот эти моменты, касающиеся округлений. То есть вот прям такое крошечное движение этим фломастером, вот, и вы получаете уже прекрасный аккуратненький уголочек, практически незаметное глазу округление. Вот этой толстым кончиком вы можете делать мощные линии, например, линии поля, если особенно прорисуете, несколько раз. Цветовая палитра у этих фломастеров не очень большая. Ну вот есть набор из 10 цветов, по-моему, 24 я еще встречала, и они довольно живучие. Мне хватает их надолго, несмотря на то, что я беру их на группы. Также есть вот у Faber-Castell фломастеры попроще, вот один цвет всего лишь, но для тех, у кого в городе, допустим, не продаются с двумя цветами, двумя кончиками фломастера, это хороший такой достойный вариант, очень большое разнообразие цветов, то есть можно купить набор там из 36 и 48 цветов. Потом тоже довольно бюджетная марка Giota, тоже очень большие наборы, хорошая линия, хорошая цветопередача. Но вот с чем я, например, столкнулась, обращайте на это внимание, когда мы начинаем этот фломастер выводить несколько раз по одному месту на листе, он начинает цветов давать сильнее, и получается, если мы по одному месту несколько раз пройдемся, видите, получается такой довольно темный наплыв. Сейчас я здесь покажу еще побольше. Например, человек начинает делать округление, и вот это округление, оно очень сильно начинает выделяться. Ну, с одной стороны, интересные такие художественные эффекты мы можем получать, да, то есть несколько раз проходиться по одному месту, получать какие-то даже полутени, но с другой стороны, вот такая сильная отдача цвета, она подходит больше даже не для тонкой бумаги, а для бумаги художественной, для бумаги акварельной. Там он не будет так расплываться, будет вести себя более предсказуемо и понятно. Так что начинающим я бы советовала брать вот набор с двухсторонними маркерами. Очень еще большой популярностью пользуются маркеры спиртовые всевозможных фирм. Сейчас, где-то тут они у меня прямо на столе. С такими маркерами наверняка вы все сталкивались тоже. Это художественные спиртовые маркеры, такие как Тушнью, такие как Копика, Виста Артиста. Ну, здесь я несколько маркеров сейчас вам принесла, те, которые я заказывала с целью экономии на Алиэкспресс. Чем? Вот вообще, в принципе, у них очень у всех похожи. Тоже мы имеем две кисточки, две стороны у маркера. Это вот тонкая, в которой как раз мы можем рисовать все нейрографические линии, делать выброс, делать округление довольно аккуратно. И второй кончик у нее достаточно широкий, который позволяет нам прокрашивать, рисовать линии поля такие сильные, мощные, прокрашивать какие-то фигуры. У них, как правило, очень сочные, очень красивые, интересные цвета. Вот у меня был набор из 80, пожалуй, оттенков. То есть тут можно от самых таких нежных, полупрозрачных цветов найти до самых темных и насыщенных. Пахнут спиртом, могут смешиваться в процессе. То есть если мы несколько таких оттеночков используем на одном рисунке, то мы можем их как бы вот, они друг друга оттеняют, они друг друга украшают, переливаются, перетекают. Но у них толщина все-таки довольно средняя. Если вы хотите сделать нейрографическую картинку с очень тонкими линиями, ну вот этот маркер, он, наверное, в данном случае не подойдет. Либо нужно брать листочек формата А3 или А2 для рисования. И вот там такой объем, такая ширина будет очень хороша. Чем отличаются вот какой-то тоже Мазари в художественном отделе, купленный маркер тоже, мы видим, да, довольно достаточно такой сочный цвет, красивый. Очень большое разнообразие этих маркеров. В принципе, чем отличаются маркеры, купленные на Алиэкспресс, тем, что они очень быстро выдыхаются. То есть вот с одной стороны, это возможность хорошая попробовать все цвета, определиться с тем, какие цвета вам больше всего подходят, и докупить потом, может быть, точечно те цвета, которые вам нравятся, они у вас в ходу, на профессиональных там художественных магазинах, оригинальных, да, фломастеры купить. Те, которые вот с Алиэкспресс, они у меня достаточно быстро выдыхаются. Иногда достаточно порисовать с клиентами на ватмане, и вот за один такой большой групповой рисунок полностью маркеры выдыхаются. Но с другой стороны у них и стоимость такая вот за этот большой набор, что можно себе иногда это позволить. Следующий инструмент, вот, кстати, да, вот эти маркеры спиртовые, вот мы сразу видим, что они оставляют на тонкой бумаге, они просачиваются сквозь тонкую бумагу, поэтому можно использовать плотные блокноты, да, или плотные листы для того, чтобы такого не было. Следующая группа материалов, так называемые линеры всевозможные, маркеры, которые служат нам вот именно для графического такого рисования. Многие приходят к тому, что начинают любить черно-белые картиночки, начинают рисовать черно-белую графику, потом нейрографику, то есть основную линию делают черной, постепенно переходя потом к раскрашиванию. Вот эти инструменты, они все довольно тонкие, так называемые вот здесь и линеры, и капиллярные ручки, и маркеры специальные для CD. В чем их вот назначение, в чем их отличие? Я рекомендую вам их брать, когда вы уже на нейрографике понабрались опыта с фломастерами. Не хватайтесь сразу вот за эти материалы. Они, конечно, дают возможность нам удивительно кружевную, тонкую, изящную линию получить, но для новичков они опасны тем, что может быть сложно заметить все места, требующие округлений. Слишком мелких, деликатных они требуют внимательных, думчивых движений по округлению. И на первых порах иногда бывает сложно с этим справиться. И у многих начинающих я вижу вот какие-то колючечки, какие-то такие вот линии, которые торчат при рисовании линерами. В общем-то я рекомендовала бы вам брать этот материал, если у вас в принципе хорошо развита мелкая моторика, вы обладаете большой усидчивостью, ну или если вы уже в принципе овладели основными приемами на маркерах, на фломастерах. И для вас уже не составляет сложности вот эта мелкая деталировка. Также я использую эти материалы для рисования линий фона. То есть если сама работа у меня выполнена, например, фломастером, и мне хочется задать еще какой-то мелкий такой нюансный слой, я использую вот эти текстовые такие вот тоненькие линеры. У них разная толщина бывает, она обозначается от 0 до 1 до 1,5, например, до 2. Вот здесь вот мы видим 0,5, то есть вот такая средняя толщина. Немецкий, по-моему, бренд. Очень нравится мне Micron фирмы Pigma. То есть здесь используются специальные чернила, и у них есть совершенно разная тоже толщина, буквально там на любой вкус и цвет. Я покупаю обычно сразу несколько вариантов. Вот это вот в данном случае здесь 0,4, он потолще. Есть какие-то у меня крошки совсем там 0,1, вообще тончайшие, двоечки, единички. Покупаю в основном в художественных материалах, либо вот сейчас они появились тоже на озоне. Пробовала, брала на Алиэкспресс, но, к сожалению, вот с виду все то же самое. Внешне вообще не отличишь, но они у меня все потекли. То есть вот целую пачку я брала, и они все вот в этих вот местах потекли, вытекли чернила. Не знаю, с чем связано, с особенностью транспортировки, либо просто там не очень качественный товар. У Faber-Castell прекрасная такая вот ручка для документов, Fine Pen называется, 15-11, документ. Здесь толщина такая тоже вот средняя, наверное, 0,5-0,4. Легко везде купить, бывает и в художественных магазинах, и в магазинах, и в канцтоварах. То есть ей удобно делать и линию, и какую-то совершенно тонкую штриховку. Она довольно живучая, хорошо себя ведет кончик. Ну, вот такими тоненькими материалами я бы не советовала вам делать выброс. То есть когда мы для выброса, возьмите все-таки гелевую ручку, потому что вот такие кончики, как здесь, как вот в этих линерах, они просто могут напросто отломиться при слишком сильном надавливании, какое мы делаем во время выброса. Ну, вот тоже всем известная, наверное, ручка Стабила. Они бывают, там, не знаю, в 100 вариантов цветов. Одна из самых надежных, 0,4, вот у нее длина, одна из самых надежных, долговечных. И существует их просто вот миллион вариантов тоже для такой вот тоненького рисования, тоненькой прорисовки. Цвет может быть чуть менее яркий, чем у Микрона, потому что вот все-таки Микрон пигмовский, да, он славится тем, что там именно чернила используются. Доступный вариант для тех, у кого нет художественных магазинов поблизости, да, это обычный магазин констоваров и всевозможные варианты перманентных маркеров. То есть смотрите на них, что главное, чтобы линия не была прерывистой, чтобы кончик не махрился. То есть такой вот достаточно бюджетный материал. Можно его использовать для прорисовки основных нейрографических линий. Его не жалко использовать для выброса. Они довольно-таки живучие. Вот самые простые варианты, по-моему, около 29 рублей у нас такая вот красота стоит. Вот этой вот марки тоже я часто беру в констоварах. Фломастер потолще немножко, тоже вот перманентный, хорошая толщина и живучесть. Бывают тоже такие маркеры для CD с двумя кончиками, вот потолще, да, кончик, потоньше кончик, который как ручечка. Тоже вот очень удобный, такой нормальный вариант, вполне себе бюджетный. Ну, в 10 раз дешевле, чем вот эти профессиональные линеры. То есть на мастер-классы с большим количеством человек я покупаю чаще всего вот такие вещи. Вот тоже тоненький такой инструмент для CD. Брауберг практически тоже вот совпадает по линии, по качеству линии с инструментами художественными. Ну, почему-то мне его на меньше хватает. Может быть, он не рассчитан писать столько времени, сколько я ими работаю. Что еще касается вот черных таких графических инструментов, есть еще такие материалы для каллиграфии. Вот фирма Эдин, и у нее есть вот такой набор для каллиграфии. Здесь идет несколько маркеров со скошенными кончиками. Они вот, смотрите, у них такие кончики, которые дают графическую линию. То есть если мы поворачиваем, она довольно тоненькая идет, да, поворачиваем другим кончиком, она идет потолще. То есть вот здесь совсем толстая пятерочка. Вот такую вот толстенькую линию даю. Это, конечно, они в первую очередь предназначены для леттеринга, но на эрографике мне очень нравится их использовать в алгоритмах, где требуется такая вот геометрическая четкость. Например, в алгоритме цель достижения результат. Я очень люблю рисовать вот эту вот звезду целей, прочерчивать ее сначала вот этими материалами. То есть такой вот получается очень четкий, такой очень стремительный характер линии, достаточно жесткий. То есть она прорезает прямо плоскость листа. Если мне нужно, например, задать какой-то остроты, с треугольниками поработать, то это вот прям большое удовольствие этим инструментом что-то такое изобразить. Конечно, ей сложно задать нейрографическую линию, поэтому чаще всего я ей прочерчиваю этим инструментом, а потом беру тоненький графический материал и им уже начинаю обводить, нейрографировать. То есть даю вот эту вот такую колеблющуюся линию, нашу бионическую линию. В общем, иногда требуются такие твердые, жесткие материалы. Вот в данном случае можно использовать вот эти материалы для каллиграфии. Следующий вид материала, который очень я люблю использовать для нейрографики, это всевозможные маркеры с кисточкой. Конечно, они имеют свои характеристики, свои особенности. Такими маркерами мы не сделаем выброс, то есть в отличие от обычных фломастеров, вот чем они отличаются, да, если у обычного фломастера кончик такой твердый, закругленный, то здесь мы имеем кисточку, она может быть разная, может быть тоненькая, толстенькая, разной степени упругости. Но главное ее отличие, главная фишка в том, что мы можем получить линию различной варьируемой ширины. Вот начать рисовать что-то очень тоненько, нажать посильнее и получить вот такую вот линию. Очень прекрасно, очень приятно рисовать такими материалами линии поля, линии фона, когда нам нужно такое потоковое, медитативное состояние. То есть все варианты алгоритмов, где требуется медитативное спокойное погружение, где мы не делаем резких выбросов, вот это вот одни из самых таких приятных материалов. Плюс вот этими широкими кисточками, да, можно замечательно делать закрашивание, то есть если мы уже нарисовали какие-то фигурки, они дают такую прям хорошую, ровную, акварельную вот заливочку. В чем разница вот между кисточками? У них разная степень упругости. То есть есть кисточки с довольно упругим кончиком, то есть вот здесь мы видим кисть, называется тоже вот это Faber-Castell Artist Pen, Brush Pen, и у них кисточка достаточно упругая, и она не дает все равно большую разницу. То есть она гнется, вот видите, кончик я могу наклонить по-всякому, но хорошая упругость. Вот для чего нам нужна такая кисточка? Мы можем очень мелкие какие-то кружочки ей вырисовывать, мы можем какие-то очень мелкие фигурочки, мы можем в принципе весь алгоритм нейрографики нарисовать вот с помощью вот этой вот кисточки. Она очень послушная, нейрографическая линия нам она дает очень хорошую, то есть когда она более упругая. Вот конкретно вот этой фирмы мне нравится покупать наборы, коробочки у меня не осталось, например, вот эта кисточка из набора Landscape для рисования пейзажей. Там цвета уже идет несколько, там 6 или 8 цветов, уже подобранные, подходящие друг к другу, прям вот бери и пользуйся для картиночки. Есть варианты там для аниме, более пастельных оттенков, серо-коричневая там гамма, серо-черная гамма, ну просто прелесть, и они очень долговечные. Но здесь опять-таки вот не варьируется очень сильно линия. Вот этот мой горячо любимый инструмент, это фирма Royal Talents, и у них линейка акварельных маркеров EcoLine. Кисточка здесь довольно широкая, она довольно толстенькая, то есть вы ей не нарисуете какую-то совсем мелкую детальку, ей неудобно рисовать, да, видите, она все равно даст вам какое-то здесь течение, она дает широкий штрих. Но я умудряюсь ей рисовать какие-то скетчи, я рисую ей, когда у меня лист идет большого масштаба, когда мне нужны большие крупные фигурки, когда нужно закрасить большие площади. Это действительно заправка акварельная, то есть мы можем использовать ее как обычную акварельную краску, вот вы видите, да, она такую прям вот сочную дает линию, и она тоже может смешиваться, эти цвета могут смешиваться между собой. Вот я сейчас пройдусь еще вот желтым здесь, да, и немножечко размою, и вы увидите, вот она такой интересный дает прям акварельный эффект. Она очень сочная, очень сочная эта акварель. В принципе, вы можете брать ее и использовать для набросков, если с собой неудобно ввести краску с кюветочкой, да, с обычными кистями, их можно дозаправлять. Почему, ну в чем для меня, вот здесь вот они действительно эко. Во-первых, когда кончик размахрится, вы его можете поменять, то есть его можно вытащить и вставить обратной стороной, и он прослужит вам еще дольше. Но вот этим моим маркером почти год, 9 месяцев, я еще ни разу не меняла этот кончик. То есть я посмотрела просто, что он, в принципе, вынимается, и продолжаю ими пользоваться. Когда кончилась краска у вас, когда кончик у вас засох, вы можете просто погрузить его в воду, размочить, он постоит немножко в воде, и снова начнет прекрасно писать. Если уже происходит, что совсем у вас чернила кончились, да, вот эта красочка кончилась, продаются отдельные баллончики. То есть прям такой пузыречек, похожий на пузырек, с тушью, которым вы можете этот фломастер дозаправить, и его хватит там, не знаю, на 10 дозаправок как минимум. То есть мне кажется, вот этот материал я буду использовать, ну не знаю, мне одного маркера лет на 5, наверное, хватит. Особенно если покупать дозаправку. Но вот пока за 9 месяцев я ни разу его не дозаправляла, хотя и рисуем скетчи, и рисуем какие-то акварельные картинки, и использовала даже на рисовании формата на большом ватмене. То есть вот прелесть и любовь. Но они достаточно толстые, опять-таки, не подойдут для каких-то тонких юбилейных работ. Тоже одни из моих любимых браш-пенов или маркеры с кисточками. Это тоже японская пигма браш. Они чернильные, не спиртовые. И они дают самый насыщенный цвет. То есть вот если мне нужен черный-причерный, максимально черный, или лаковый-красный, я беру эту фирму. Вот у них такая маркировочка здесь, вот мы видим BR. И эта парочка, я, не знаю, уже года 4 действительно их постоянно подкупаю. Когда они у меня засыхают, заканчиваются, я покупаю новые. Несмотря на то, что они не очень дешевые. Но у них, вот посмотрите, такая вот скошенная кисть, и можно сделать ей очень действительно вариабельную линию. Очень тонкую, толстую. Вот для рисования линии поля очень-очень она хорошо проходит. То есть такая максимально черная, максимально графичная. Ну и вот этот красный цвет, у них, конечно, разные цвета есть, но я беру обычно черную и красную. Вот красную тоже я иногда рисую красные линии поля. В каких-то задачах там связанных со здоровьем, например. Для меня это такой вот прям оттенок жизни. Ну вот видим, тут он у меня немножечко уже подсыхает. Ну вот прекрасное скольжение дает. Когда клиентам я обычно даю попробовать вот эти кисточки, все за ними бегут быстро в магазин. Ну и совсем такая необычная кисточка. Это фирма японская Pentel. У них есть различные прям браш-пены, но кисточка не такая длинная. Вот это называется просто кисть у них. Браш, даже не пен, а браш. Продается в художественных магазинах. И недавно вот я в Озоне ее встретила. То есть она совершенно, смотрите, тонюсенькая кисть, буквально волосинка. Но что она делает на бумаге, это просто уму непостижимо. Наверное, хорошо ей рисовать иероглифы. То есть линия может быть совсем вот у нас крошечная, вот такая, едва заметная. И линия у нас может быть вот такая. То есть она заправлена, мне кажется, что какой-то вот тушью или чернилами. То есть вот вариабельность у нее просто потрясающая. И для нас это может дать линиерографов такой вот вариант работы с объемом, с 3D объемом. Когда мы опускаем разную толщину линий, конечно, очень изящно. Этой кисточкой ей можно вырисовывать всякие уголочки. Но она не так уж легко слушается. То есть когда вам нужно нарисовать какой-то мелкий, например, вот кружочек, не факт, что он выйдет ровно. Для прорисовки геометрических фигур маленьких я бы использовала все-таки такие материалы, вот как тоненькие линеры. А вот такие кисточки мне нравится использовать для линий фона, рисовать им потоки, рисовать линии поля, добавлять уже какие-то финальные штрихи в готовую работу. Вот как, например, вот эта работа со звездой, да, я могу проводить вот эти еще тоненькие линии здесь, которые мне обеспечат связь между слоями моей работы, которые зададут вот такой вот очень тонкий, изящный какой-то вот план. Ну и, конечно, эти кисточки, они могут, они для леттеринга прекрасно использоваться. То есть вот прям для тех, кто еще кулеграфию влечен, да, можем совершенно разный тип штриха здесь использовать. Но, конечно, вот эти кисточки, эти инструменты, это не для выброса. Для выброса они слишком мягкие, они слишком нежные, слишком деликатные. Отлично. Ну, переходим с вами к части, чем раскрашивать нейрографическую работу. Сейчас мы с вами говорили про линию, теперь поговорим о том, чем же раскрашивать. Ну, во-первых, самый простой материал, который предлагает тоже Павел, это текстовыделители всевозможные. Так как я работаю с большими группами людей, я ищу все время материалы, которых мне надолго хватит. И вот, например, Стабила текстовыделители, именно вот в таких вот баллончиках, мне кажется, они, ну, дольше всего у меня живут. Я покупаю их во всевозможных цветах. Такое ощущение, что это вот как баллон такой с красочкой. Действительно, они вот неоновые, всех оттенков есть. И вот недавно еще появилось, стало вот, видимо, модным. Я прямо у многих фирм такое видела. Пастельные оттеночки текстовыделителей. Они дают, ну, вот я в данном случае взяла фирмы Венте, какую-то одну из самых недорогих. Но мне очень понравилось, что очень нежные такие цвета. Здесь действительно очень женские. На женских группах у меня эти маркеры расходуются в первую очередь. То есть, если мужчина любит поярче, поядренней, вот такой женский вариант пастельный. Они еще какие-то, знаете, прорезиненные. Просто вот тактильно очень приятно взять в руки, подержать вот такой текстовый делитель. Ну, потом опять-таки раскрашивание вот этими спиртовыми маркерами, которые я вам уже показывала толстенькой стороной, да, идет вот этими акварельными маркерами. И что мне очень нравится, что я очень люблю использовать, это, конечно же, цветные карандаши. Цветные карандаши я использую акварельные нескольких фирм. Сейчас покажу вам самые свои любимые. Ну, иногда люди приходят и говорят, ну, я уже принес свои акварельные карандаши, купил первые попавшиеся, вот мне посоветовали там, что подешевле. Но я могу сказать, разница все-таки есть. Когда я говорю, вот попробуйте теперь вот мои акварельные карандаши, да, люди пробуют, приходят в восторг, и чаще всего идут покупать себе такие же. Вот на что стоит обратить внимание при покупке акварельных карандашей, это на то, насколько они мягкие, и насколько легко они отдают цвет. Потому что есть, вот, например, фирмы, вот российского производства карандашики, да, в принципе, вот про саму фирму эту я не могу ничего плохого сказать, но они жестковатые. Недавно вот купила на пробу, решив сэкономить, да, но вот требуется все равно некоторое усилие. Как-то вот потверже, посложнее идет вот эта отдача цвета, это виста артиста. В принципе, подойдет, наверное, для начинающих, для тех, кто не так часто, не такие большие объемы закрашивает карандашами, но вот то, что я всегда рекомендую, всегда у меня есть по несколько пачек в год, я беру, это Кахонор Манделуз. Сейчас вы посмотрите, они настолько мягкие, они очень быстро, конечно, стачиваются, но варьировать цветопередачу, раскрашивать ими очень легко. Вот рука не устает. Иногда, когда мы делаем большие работы на ироманделу, например, рисуем на большом формате, это очень имеет большое значение, когда вот так легко идет свет, то ощущение от работы у вас остается, что мне легко, что мне в кайф, мне приятно раскрашивать. Вот посмотрите, такая баночка, я называю ее художника Жадобыша, то есть все в дело. У меня вот эти манделуз-карандашики вот стачиваются до такого состояния, но я ими все равно продолжаю рисовать, даже вот эти малыши-карандаши, я их очень люблю, вот красные, да, посмотрите, вот насколько он сильный цвет, вот по сравнению с Виста Артиста, например, да, вот. То есть насыщенность цветопередачи очень хорошая, и они очень легко размываются потом кисточкой с водой. Ну, для того, чтобы такие коротенькие штучки использовать, есть вот такие приспособления, называются удлинитель. Вот это у меня фирма Грета Колор, то есть вставляем карандаш, затягиваем и все рисуем как совершенно обычным карандашом. То есть я использую, ну, фактически до тех пор, пока просто уже не будет возможным его поточить. То есть вот все в дело. И водой мы здесь размываем вот эти карандашики, очень простые, понятная такая вот с ними работа, хороший эффект получается. Цветовая гамма у них очень большая, есть наборы и по 24, и по 36 цветов. Ну, для любителей нейрографики, рекомендую, ну, берите уж как минимум себе 24 цвета, а лучше 36. Особенно тем, кто рисует мандалу, тем, кто проходит энергию цвета. Очень и очень приятные вещи. Еще фирма, которую я очень люблю, уважаю. Это фирма Крета Калор. И вот ее фломастер, ее карандашики у меня лежат в специальном пенале. Пеналу там нашила подруга, мастерица. Сейчас покажу, как сами эти карандаши выглядят, Крета Калор. Это аквамонолит. То есть у них есть карандаши, тоже как часто мы видим, деревянные оболочки, которые можно поточить. Да, ну вот это специальная такая серия у них, аквамонолит. То есть в чем ее фишка? Здесь весь карандаш, это фактически стержень. Здесь вот практически нет у нее оболочки такой, кожурки. То есть мы его целиком, полностью используем. Они довольно увесистые. Они продаются в художественных магазинах по одному. Ну, может быть, где-то не видела, пока я не встречала, что был прям набор вот этого аквамонолит. В наших художественных они продаются вот поштучно. И можно прийти себе вот там богатейшая палитра. Не знаю, 50 вариантов синего, 50 вариантов красного. Я прихожу обычно туда с карандашами, которые уже у меня есть, и подбираю к ним цвета. Вот было время, что я каждый месяц ходила, по три карандашика новых себе докупала. Вот они совершенно волшебные тем, что они дают очень, очень можно сильно варьировать толщину нажатия. Вот этот вот оттеночек умбры, например, да, вот от самого слабого до такого вот очень насыщенного. Очень легко идет отдача цвета. И они меньше стачиваются, чем мандаузская хонор. При том, что вот у них стоимость, конечно, намного выше. Там один карандашик порядка 170 рублей у нас стоит. Но они такие вот очень твердые, медленно изнашиваются. Иногда я беру, вот когда я еду куда-то в поездку, вот буквально вот этот вот голубой, я могу целую работу, целый скетч там с городами нарисовать вот только одним этим фломастером, одним этим карандашом, варьируя степень нажатия, размывая его водой. Очень нравится мне вот этот оттенок. Но здесь нужно смотреть, быть внимательным, потому что оттеночки у них есть такие вот совершенно нежные, пастельные, да. Я кинулась на них, конечно, в магазине, но они цвет отдают совсем по-другому. То есть в них, видимо, содержание есть какой-то меловой, вот белые вкрапления, за счет чего они такие вот более светлые, да. Они не такие, конечно, яркие. И здесь при работе с этими карандашами нужно чуть больше усилий прилагать, чем, скажем, с такими яркими, насыщенными цветами. То есть здесь цвет прям вот сам падает, да, на лист. А вот эти пастельные, видимо, на то они пастельные, что цвета от них не допросишься, и они по ощущениям чуть более жесткие. Ну вот вариантов зато, например, когда мы рисуем алгоритм усин, управление цветом на аэрографике, я именно в этой фирме собираю оттенки под каждую стихию. Вот у меня тут несколько вариантов желтого, да, от такого вот самого насыщенного к более холодным, прохладным оттенкам. И есть даже у меня там лимонные оттенки желтого. Несколько вариантов оранжевого, несколько вариантов красного. То есть очень достойная марка. Но единственное но. Вот эти карандаши, они очень легко бьются. Почему я их ношу в специальном пенале, даже не в коробке. Если он падает на пол, он может расколоться на несколько частей. И очень обидно, когда это случается со всеми новыми карандашами. Вот они ломаются. Вот вы видите такой срез. Поэтому я их практически никогда не даю клиентам на групповых больших занятиях, потому что сложно за ними уследить, за этими карандашами. Они бьются, ломаются. То есть я их вот использую. Переношу в пенале сразу же на столе, когда рисую, убираю их в этот пенал. И тщательно охраняю берегу. Для них нужна специальная точилка. К ним не подходят обычные. Есть специально прям вот кратоколор, точилочка железная, которая к ним идет. И еще я использую такую вот наждачку. То есть вот от нее отрывается тут листочек для того, чтобы подточить кончик. Когда он заступился, вот прям несколько таких движений по наждачке. И снова у вас становится тоненький, работающий кончик. Еще одна очень хорошая фирма с цветными карандашами. Она такая, скажем, они средние по стоимости, но дороже, чем ХХ Нормандалус. Это Лира, Рембрандт. Сейчас я заберу отсюда свои бьющиеся карандаши. Я недавно только начала ими работать. У них интересные наборы оттенков. Очень мне нравится вообще вот этот запах дерева. Они более, наверное, износостойкие, чем ХХ Нормандалус. Но цвета очень такие нежные, необычные. Очень плавная идет штриховка. Можно растушевать этим карандашиком практически вот без видимых каких-то переходов. Мне очень нравится, что здесь есть несколько оттенков таких вот телесных. Например, для рисования портретов, для рисования таких этюдов в нюдовых тонах. Что-то про телесность, что-то про кожу. Вот очень такие натуральные оттенки в моем наборе есть. Очень они мягкие, очень приятные цвета. И, конечно, мне нравится железная коробка, которую можно с собой легко везде носить. Карандашики там себя чувствуют в целости, в сохранности. Для них тоже нужна отдельная своя точилка. То есть для обычных карандашей, скажем, у меня вот такая точилочка буквально 25 рублей из обычного канцелярского магазина. Она походит ко всему. Но для художественных карандашей я еще часто использую вот такую вот длинненькую. мне нравится делать на карандашах, вот, например, Каха Нормандоус, вот такую заточку. То есть длинный, когда такой стержень. Им очень интересно, можно мягкую такую штриховку получить. Ну и последний из карандашей, который я вам хотела показать, это тоже Кретоколор. Такой называется Мега Кватро. Тоже акварельный карандаш, но у которого сразу несколько стержней цветных. В нейрографике мы как его можем использовать при закрашивании? Вот мы можем, например, для тех, кто еще плохо владеет цветовыми переходами, вот мы раскрашиваете, например, синим. Начинаете синим, просто переворачиваете и потихонечку начинаете добавлять сюда вот еще другие оттеночки. Получаются интересные иногда переходы. Можно таким образом погадать. Я еще не знаю, допустим, каким цветом раскрасить эту фигуру. Начинаю рисовать, как-то поворачиваю. И здесь получаются приятные цветовые сочетания, которые так или иначе с друг другом гармонируют. Такие вот переходы. Вот можно интересные такие эффекты получить для этого карандашика. Точить просто вот тоже крупным отверстием, вот с самой такой обыкновенной точилкой. Что я еще использую с акварельными карандашами? Если я где-то нахожусь в дороге, если я беру с собой куда-то на лист, это вот такие всевозможные кисточки, резервуары для воды. Вот это достаточно простые фирмы Гиста Артиста. У них есть колпачки. Пусть как они работают. Вы один раз дома раскручиваете, набираете сюда воду, закручиваете, и в процессе рисования вы уже никуда не бегаете. Вы совершенно спокойно, вам не нужно ставить стаканчик с водой, вы совершенно спокойно размываете эти карандаши и рисуете ими. Очень удобный такой вот вариант. Ну и, конечно, всевозможные кисточки, когда вы находитесь дома, когда вам удобно поставить себе стаканчик с водой. Ну, отдельным еще, пожалуй, отдельным пунктом хотела показать еще специальные материалы, которые очень любят у нас люди использовать, хотя не все мирографы и не всегда их одобряют. Так называемые всякие декоративные материалы. То есть что здесь есть? Это золотой, серебряный фломастер, белая ручечка, ручечка гелевая с металлическим таким блеском, сиянием. Но почему мы их не очень одобряем, почему не очень их часто используем в работах? Их довольно сложно соединить с линиями, которые у вас уже есть на работе. То есть если вот, допустим, сейчас у меня еще я здесь сделаю какую-то черную фигурку, черную линию сделаю, при сопряжении этих двух цветов, двух товарищей, не всегда понятно, а как же здесь сделать. То есть вот если я начинаю делать уголочки вот этим вот золотистым, он так вот превалирует над остальным рисунком. Но я считаю, что допустимо использовать вот эти материалы, когда мы рисуем нейро-арт, когда мы рисуем стили нейрографики, работаем не столько с психическим содержанием, работаем, сколько делаем художественно-симпатичную картинку, в которой мы применяем приемы нейрографики, вот это округление, вот эти вот паттерны. Иногда можно там уже готовую работу какую-то, где у вас нарисована, всеми цветами радуги использовать по ним еще вот такие материалы. Серебристый, тоже тоненький. Вот этими материалами мне нравится работать вот белой ручкой и серебристый, золотистый на темной бумаге. К сожалению, сейчас вот я не припасла вам прямо, чтобы показать, да? Ну, да, вот, пожалуй. Вот у меня темно-зеленый лист. Вот на такой, на цветной бумаге можно, конечно, здорово использовать серебристые белые ручки. Дает интересный такой эффект, проявление чего-то светлого на темном. В этом плане мне больше всего нравятся материалы японские, тоже японской фирмы Сакура. У них есть вот эти металлики и белые. Они достаточно долговечные и хорошо вам дают свет. Она белая. Сейчас покажу. Вот такие тонкие, нежные материалы. Спасибо, что прослушали, посмотрели со мной этот видеообзор. Я буду очень рада вашей обратной связи. Делитесь тем, какие материалы используете вы, как вы их применяете. Приходите на мою страничку ВКонтакте в группу Натальи Воробьева Нейрографика или Нейра Наташа. Благодарю вас за внимание. Хорошего вам вдохновляющего рисования. Спасибо. Спасибо.